Всем привет! Это рубрика «Гуляя в Паперме». Пришло время поразмять свой мозг и вспомнить школьные предметы. Вопросы мы подготовили. Пойдём общаться с прохожими. Поехали! Самая глубокая река России? Волга. Не Волга. Без понятия. Река. Река. Глубокая. Самая глубокая. Донг? Нет, не Донг. Давайте как на ЕГЭ варианты ответа. Давайте. А, вы ЕГЭ пропустили, да? Давайте. Самая глубокая. Река? Да, именно река. Глубокая. Самая глубокая, именно река. Да. Ну, давайте всё-таки варианты ответов. Енисей, Лена, Оби. Лена. Лена. Коже, Лена? Оби. 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 Я не знаю. Самая длинная – это Волга. А вот насчёт глубины. Давайте три варианта ответа, как вот в современном образовании, как на ЕГЭ. Лена, Енисей, Оби. Лена. Я думаю, Волга. Если скажу, что нет, давайте ещё попробуем. Амор. Нет. Енисей. Енисей. Волга, может быть. Давайте варианты ответа. Лена, Енисей, Оби. Енисей, наверное. Лена, Оби. Енисей. Енисей. Василий Тёркин, Вещий Олег, Остап Бендер. Кто из этих людей не выдумка, а реальный человек? А можно ещё раз? Василий Тёркин, Вещий Олег, Остап Бендер. Наверное, первая. Василий Тёркин. Переправа, переправа, берег Лепа, берег Правы. Тёркин, наверное. Реальный Вещий Олег. Отлично. Вещий Олег. Вещий Олег, отлично. Вещий Олег. Вещий Олег, отлично. Сомкнутый негай взоры. Откуда эта вот фраза, которая въедается в мозги, и все мы её знаем? Сомкнутый негай взоры. Первую слышу. Подсказывай, да, продолжай? Ага. Достаточно известное стихотворение про время года, которое сейчас. Зима. Зима. Зима, да. Сомкнутый, открой, сомкнутый небо, негай взоры. Открой свои очи. А, вспомните стихотворение. А, вспомните, хотя бы первую стройку. О, ужас. Не знаю. Стихотворение есть такое, просто нужно вспомнить остальные продолжения. Сомкнутый негай взоры. Не знаю, ответ на данный вопрос. С морозом связан. С морозом? И солнцем. А, мороз, солнце, день чесно. Дальше. Ещё ты дремлешь, друг прелестный, пора красавица. Проснись. Открой. Сомкнутый. Где ты? Мороз, солнце, день чесно, что-то. Ну что ж, ты дремлешь, друг прелестный, проснись, красавица, проснись. Где ты? Открой. Сомкнутый. Сомкнутый негай взоры. А что за строки? Может быть, начал сотворения? На встречу с северной авроры, звездою с севера и вис. Это вы продолжили, а начинается как всё? Да. Чёрт, запомнишь, юга сбилась на муром небе. Да тоже не начало. Тогда не помню. Ну, зима, мороз, солнце. Зима и солнце, день чудесный, ты ещё дремлешь, друг прелестный. Навстречу утренней авроры, звездою с севера и вис. Продолжили, а начинается как? Начается. А-а-а, подожди. Подожди, продолжить. Я продолжила, а началось. Примерно про нашу погоду, про время года. Да, это вот зима, зима. Зима, это ещё не только зима, а мороз. А, мороз и солнце, день чудесный, вот, ещё ты дремлешь, друг прелестный. Сколько звуков в слове «Статья»? Два. Три. Слов? Звуков. А, звуков? Я. Звуков пять. Ну, я на пять. Фонетический разбор. Два. Вспоминаем. Два звука. Помню. Какой два? Шесть. Смотри. С, Т, А, Т, Й, А. Шесть звуков. Сразу же ликбез, да, на месте устроили? Как назывались телохранители Ивана Грозного? Не знаю. Варианты ответов. Секьюрити, приспешники, опричники, бодигарды. Думаю, приспешники. Чаще, чтобы, подожди, был этот Скуратов главный телохранитель. Блин, это было. Нет, вообще, вот его войско телохранители. Я знаю. Давайте варианты ответов. Давайте, скажите. Секьюрити. Нет. Приспешники. Нет. Опричники. Опричники. Тоже есть варианты. Да, вон, эти варианты. Секьюрити. Приспешники. Бодигарды. Опричники. Эти. Приспешники. Опричники, мне кажется. Девчонки послышали подсказку. Опричники, отлично. Опричники, все. Там опричники были, но... Опричники, отлично. На этом рубрика подошла к концу. Читайте книги, любите свой город. Увидимся на улицах Перми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА